Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнаев. Украинские военные лихо обманули российских людоедов, раскрутив их на кругленькую сумму. Они вынудили их потратить целый ряд ракет Искандер для уничтожения макетов систем Патриот и макетов украинских истребителей в последнюю неделю. Об этом сегодня вечером 6 июля официально объявил командующий ВВС Украины Николай Олещук. Так он отреагировал на запросы общественности, которая сегодня спросила у ВВС Украины, что же произошло сегодня в частности в Одессе, в которой враг нанес удар Искандерами. Олещук говорит о двух эпизодах. Первый из них произошел 3 июля. Тогда враг обнародовало видео якобы удары Искандерами по аэродрому Догенцево в Кривом Роге и якобы уничтожил тогда МиГ-29 и повредил несколько Су-25 Украин. Как выяснилось, это были всего лишь фантазии противника. Самолеты оказались имитантами. Далее сегодня враг показал видео ударов якобы по установкам Патриот, а также по радиолокационной станции Жираф в Одессе. Но и здесь он, как выяснилось, оказался в луже. Но если по поводу Кривого Рога у многих сложилось впечатление, что это действительно удар по украинским истребителям, то по поводу Одессы я сразу сказался в прошлом ролике, что нет никакого подтверждения поражения установок Патриот и РЛС Жираф. Но я тогда ссылался на то, что в данном случае не произошло детонации соответственно вот этих вот пусковых установок и не произошло возгорание РЛС. А именно этих детонаций не стоило бы ожидать, если бы там был поврежден вот тот самый боекомплект. И я тогда ссылался на два момента. Совершенно не видно на самом видео, действительно ли Искандеры разорвались рядом с установками Патриот. В конце концов, Искандеры известны своей низкой точностью и известно, что они часто мажут на несколько сотен метров. Этим они очень сильно отличаются от более высокотехнологичных ракет аналогичного класса, ракет ЭТЕКМС, которые имеют продвинутую по сравнению с Искандерами систему наведения. Кроме того, я говорил, что, конечно же, осколки, по идее, должны были бы неизбежно повредить установки и добраться до боекомплекта. Раз не было взрыва, значит, в любом случае, как минимум, установки физически и в целом, как конструкция, сохранились. Так что даже если бы они и правда были бы задеты, то, вероятно, их можно было бы починить. Но теперь выясняется, что это и вовсе не установки, а то вовсе не самолеты. Все это большая и очень ловкая имитация. Здесь нужно напомнить о том, сколько стоит ракета Искандер. Каждая 3 миллиона долларов. В совокупности, получается, враг потратил не менее 12 миллионов долларов для того, чтобы уничтожить макет стоимостью в совокупности до сотни тысяч долларов. По крайней мере, известно, что одна установка Patriot, выполненная как макет, оценивается примерно в 10 тысяч долларов. Думаю, что примерно столько же стоит имитация МиГ-29. Впрочем, я допускаю, что тот самый МиГ-29 и те самые СУ-25 на аэродроме Долгенцево, это не столько макеты, сколько это просто-напросто старый хлам, который достался Украине еще с советских времен, и который украинцы решили использовать именно как приманку. То есть, это не тот макет, который они делали сами под ключ. То есть, они даже на это не затратили, по сути, ни единого доллара. И это демонстрация позора противника, который поспешил обрадоваться своей победе. Но есть и более далеко идущая победа. Она выходит за пределы конкретных эпизодов. Дело в том, что теперь противник будет понимать, что любой следующий удар ракетами Искандер может прийти по макету. Следовательно, противнику придется или рисковать своими ракетами каждый раз, и иметь вполне реальный, высокий шанс растратить их впустую, или же отказываться от целого ряда ударов. В общем, играть в русскую рулету. Непонятно, по какому пути пойдет враг. Но он вполне может пойти по пути как раз-таки отказа от ударов, уже даже по реальным военным целям. То есть, в следующий раз, когда он увидит, например, какой-нибудь Патриот где-нибудь на передовой, он может подумать, что Украина специально подставила приманку под удары Искандера. То же самое касается и истребителей. Это тем более важно в условиях, когда Украина вот-вот заведет на свои аэродромы F-16. И, соответственно, противник вполне может ожидать, что он попадется на эту самую приманку, когда приманка уже станет макет F-16, и опять же может отказаться от такого удара. Либо он нанесет таки этот удар, выяснится, что это приманка, и враг потом уже откажется от таких ударов. В общем, это, конечно, замечательное запутывание противника, у которого не так много Искандеров. Ибо, как вы понимаете, хотя санкции России, конечно, обходит, но обходить их все сложнее. То есть, тянуть комплектующие через тот же Китай все тяжелее. И, соответственно, стоимость Искандеров из-за этого растет. Время выпуска каждой ракеты тоже растет. Таким образом, они, вероятно, стоят значительно больше, чем 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов – это цена, которая дана была еще в досанкционные времена. Сейчас я думаю, что с учетом того, что противник переплачивает зачастую чуть ли не 100% стоимости многих высокотехнологичных компонентов, из которых сделаны Искандеры, эти Искандеры могут в цене доходить и до 6 миллионов долларов каждый. Но это мы описали сейчас хорошую сторону. Но есть ведь на самом деле и печальная сторона. И в этом плане ничего не изменилось вот с тех двух роликов, которые я сегодня записал, посчитав просто необходимым указать на некоторые проблемы в воздушном пространстве Украины. Речь идет о следующих моментах. Во-первых, сам факт того, что, тем не менее, российские дальние беспилотники продолжают орудовать над украинской территорией в ее глубине или, по крайней мере, тот факт, что эти беспилотники работают где-то рядом с этой территорией и могут смотреть достаточно далеко – это большая проблема. То, что эти беспилотники видят тот же Долгенцева, то, что они видят тоже побережье Одессы – это серьезная недоработка, ее надо исправлять, как именно я объяснял в предыдущих видеороликах. Здесь, конечно, необходимы и вот те самые поршневые самолеты типа Як-52, который, кстати, работает в Одессе, но не работает ни в том же Мирграде, ни в том же Кривом Роге против вот этих самых дальних российских разведчиков. Здесь, конечно же, и создание подземных бункеров на аэродромах, куда можно было бы спрятать украинскую авиацию. Впрочем, возможно, что эти бункеры уже построены и для F-16, и для старого советского авиапарка. Мы просто этого не знаем. Здесь, конечно, и борьба с предателями, которых в Украине полно, и именно они наводят многочисленные ракетные удары России по тем или иным объектам. Часто, конечно, гибнут в основном мирные жители, то есть речь идет о том, что одни соседи сдают других, своих же собственных соотечественников, и это уже социально-моральная трагедия Украины. Но, помимо этого, конечно, нужны и F-16. Но F-16 это к вопросу о том, что впервые курица или яйцо. То есть, сначала завести F-16 и бороться с дальними разведчиками России, или сначала защитить F-16, перебросив достаточное количество тех же «Патриот» на аэродроме, и только потом лупить по вот этим самым разведчикам. Потому что здесь получается, что разведчики могут обнаружить как раз-таки установки ПВО и попробовать ударить по ним, тем самым выбив защиту F-16. Короче говоря, это сложный вопрос, и этим должно заниматься украинское командование. Командование ВВС, ВСУ, СБУ, ГУР и так далее. Я уверен, все эти ведомства занимаются сейчас этими вопросами. Главный вопрос, как защитить F-16, потому что F-16 это вооружение, которые потенциально могут реально переломить ход сражений. Потому что мы видим, что сейчас между Россией и Украиной достигнут практически паритет. Особенно с учетом того, что Россия сейчас задействовала в 3-4 раза, то есть в 5 раз больше личного состава на всех фронтах. И тем не менее, этот личный состав не показывает какого-то особого класса на ряде участков. Украина, уничтожая в 4-5-6-7 раз больше живой силы и военно-технической, успешно держит оборону, даже кое-где продвигается, вот как, например, в том же Харьковском направлении. Но есть еще один момент. Дело в том, что давайте не будем забывать о том, что те же установки ПВО в Миргороде взорвались совершенно реально. А также о том, что что-то взорвалось на аэродроме в Миргороде из тех Су-27, а там их 6 штук стояло, при ударе как раз Искандерами. Да, некоторые сказали, что, вероятно, там произошел разрыв какого-то боекомплекта, но не Су-27. Наблюдатели подтвердили уничтожение Су-27. Кому верить, опять же, точно неизвестно. В конце концов, по поводу Кривого Рога некоторые тоже говорили, что этот удар по украинским истребителям был успешным. И говорили именно украинские источники. Но здесь понятно, что если у вас происходит взрыв установок ПВО, как то, что случилось в том же Миргороде, то это, как правило, именно реальный взрыв реальных пусковых установок С-300. В данном случае это были С-300 ПС, но не важно. Опять же, когда что-то загорается у вас на том же аэродроме в Миргороде, тоже, понятное дело, вызывает вопросы. То есть, конечно, там могли стоять макеты. И, кстати, мой источник, с которым я поговорил по поводу удара по аэродрому в Миргороде, с самого начала предположил, что это все, опять же, макеты, а точнее говоря, это старый хлам, как он сказал, который был размещен именно как приманка. Вот сейчас уже непонятно, а все-таки, что это было? Я имею в виду удар по аэродрому в Миргороде, где, якобы, по словам врага, были поражены 6 Су-27. С другой стороны, нужно вспомнить, что украинские источники говорили по поводу удара по аэродрому в Миргороде, что враг приписывает себе большие победы. На самом деле, повреждения гораздо менее слабые, и что личный состав в порядке. То есть, частично, косвенно, все же украинские источники подтвердили факт попадания по аэродрому в Миргороде. И косвенно подтвердили факт повреждения хотя бы одного Су-27. Возможно, даже, кстати, после того, как этот удар произошел, украинские командиры решили срочно устроить как раз-таки приманки для противника на целом ряде направлений. Именно для того, чтобы запутать его. Чтобы он не понимал, что на самом деле происходит, и что именно он поразил тогда. Чтобы у него возникли сомнения. Опять же, для того, чтобы усилить его общие сомнения по поводу того, а стоит ли вообще проводить подобные операции, и не станет ли каждая новая операция пустой растратой очень дорогостоящего военного ресурса. Но здесь получается, что украинское командование считает, что проще обманывать врага макетами, чем бороться с его дальними разведчиками. И вот возникает вопрос, а почему украинское командование считает, что это проще? Это означает, что с разведчиками бороться действительно очень сложно. Это означает, что украинские аэродромы и другие военные объекты Украины будут находиться в постоянной зоне риска. С другой стороны, нужно помнить о том, что украинские дальнобойные дроны-разведчики тоже гуляют над российской территорией и залетают туда на сотни километров. Как мы уже говорили неоднократно за последние дни, дрон «Шарк» залетел на 300-400 километров в глубину России и упал по технической причине. Ну понятно, что один упал, а десять продолжают летать. Потом вы спрашиваете, а каким образом Украина так точно поражает МПЗ и прочие объекты на территории России в глубине. То есть, на самом деле, не сказать, что Украина здесь сильно отстает. Единственное, в чем Украина действительно сильно отстает, это в том, что у нее, к огромному сожалению, пока что слишком мало ракет своего производства дальнего радиуса действия, вот как тех же «Нептун». А с другой стороны, теми ракетами именно американского производства, которые есть у Украины, то есть «Этэкомсом», команда Байдена запрещает бить по глубине российской территории. И получается, что до сих пор сохраняется некая симметрия возможностей. Естественно, команда Байдена должна немедленно дать одобрение на удар «Этэкомсом» по российским аэродромам в глубине России, потому что российские аэродромы — это российский Су-34. Российский Су-34 — это КАБы, то есть корректируемые авиабомбы. А КАБы — это разрушение укреплений ВСУ, вот, например, на том же самом Востоке, которые возводились с 2013 года и успешно сдерживали противника до тех пор, пока он не начал массированно применять эти самые КАБы. И уже дошло до того, что враг начинает сбрасывать ФАБ-3000, трехтонные планирующие бомбы. В частности, по Харковщине. Может быть, не так эффективно, но, тем не менее, сам факт их применения уже о многом говорит. То есть Украина заждалась Ф-16. Они острые, необходимы прямо сейчас, но пока их нету. Мне кажется, что моральная обязанность, именно так я это называю, моральная обязанность Вашингтона — одобрить удары «Этэкомсом» по глубине российской территории. Тем более, что у Байдена есть реальный шанс проиграть предстоящие президентские выборы. И, на мой взгляд, самое главное наследие, которое он мог бы оставить для Украины, заключалось бы вот в этом разрешении. Разрешение, которое, на самом деле, выглядит абсолютно логично и не должно рассматриваться, на самом деле, как какой-то подарок, а мы его рассматриваем именно как подарок. То есть, Байден сам себе начертил очередную красную линию и сидит вот в этой клетке. Что ж, это моральная ответственность американской команды. Ну, а что касается украинского командования, то его задача — это решать вопрос зачистки страны от предателей и от дальних разведчиков. Потому что мы все прекрасно понимаем, что вот сейчас повезло, вот в этих двух случаях поражены макеты. А в других случаях будут поражены и поражаются, как вы понимаете, реальные военные объекты. Хорошо, что враг достаточно глуп, а его оружие достаточно неточно. Но, друзья, к сожалению, Россия компенсирует свою низкую технологичность и свою откровенную глупость в том, как оно вообще, в принципе, с тактической и стратегической точки зрения ведет эту войну, количеством, количеством и ракет, и вот тех самых бомб, и массы этих бомб. Что ж, продолжим следить за этой историей, друзья. Оставайтесь с NewsEder. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Суперспасибо. От YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем помогает, друзья. Вы помогаете нашему каналу создавать эти материалы, повышать их качество и увеличивать количество. До скорого!